Всем привет! Кто о чем? А я уже о семенах. Ну да, так и есть. Я их уже купила к следующему сезону. Ну, к этому есть много разных причин. Во-первых, с Нового года все, скорее всего, подорожает. Ну и с Нового года и опять же весной в магазинах добавится очень много народа. А я люблю постоять у полок спокойно одна, подумать и повыбирать. Если заказывать через интернет-магазин, то уже не все бывает в наличии. Даже если вы ничего не понимаете в семенах, но у вас есть друзья-садоводы, то как раз к Новому году можно приготовить прикольный подарок. Огурец Дедушкина внучка или Бабушкин внучок. Морковь Девочка-припевочка. Ну и много вообще разных именных пакетиков. Это Даша, Маруся и даже Гладиолус Виолетта. Ну, в общем, причин осенней покупки много. А я просто решила порадовать себя немного, добавить позитива. И вот сижу теперь, как царь Кощей над златным чахом. В нашей семье очень любят базилик. Всякие разные. Я взяла с разными вкусами. Лайм, вкус лайма. Взяла смесь «Русский богатырь». Здесь очень крупные листья двух расцветок – зеленый и фиолетовый. Базилик гвоздичный и базилик карамельный. Вкусы отличаются, но все они очень вкусны в салатах. Ну, прям очень-очень. Если вдруг еще какие-то будут сорта, ну, мало ли, у меня чего-то нет еще, можно будет докупить один-два пакетика. Взяла вот такой вот салат листовой цикорий, сахарные листочки. С прикорневой розеткой листиков. За сезон можно много раз его срезать. Использовать можно для тушения, как шпинат, а можно как салат. А вот это зимний салат. Для него уже 16-18 градусов. Это жарко, если парник, надо обязательно проветривать. Вкус у него сладковатый, специфический. Можно для зимней выгонки. То есть, если посадить дома, к примеру, на балкончике, у нас застекленный. Попробую. В интернете я посмотрела, у меня почему-то остались такие ощущения, что он многолетний. Так что высажу на дачу и посмотрим. А вдруг один минут. Интересно же, многолетний салат. А, да, кстати, вот этот салатик тоже все-таки, я думаю, что номинально будет многолетний. Потому что к осени он образует корнеплодик небольшой. Корнеплод можно выкопать, либо отхранить где-то в подвальчике, либо дома для выгонки, точно так же, как зимний салат на балконе. А вот это совсем-совсем названо как многолетнее растение. Это идет как приправа для разных салатов и других блюд для мясных, овощных и яичных. Ну, а это кабачки. Каждый год, я уже рассказывала, беру обязательно вот эти три сорта. Цукеша, зебра и аронавта. Совершенно беспроблемные. В любых условиях, хоть жарко, хоть холодно, хоть мокро, хоть засухо, обязательно дают хороший урожай. Ну, во всяком случае, в пределах моего участка, поэтому я их покупаю всегда. Ну, и на пробу взяла еще немножко разного. Взяла желтоплодный кабачок. Не потому, что он чем-то выделился, а просто другого цвета. Кабачок Куант я уже брала, он мне понравился. Взяла еще раз. Вот такой вот кабачок с кулачок. Он небольшой, плоды полкило, где-то килограмм. Мы любим фаршированные кабачки. Для этих целей он подойдет как нельзя более. Ну, и вот такой вот усатый-полосатый. Название понравилось. У нас почвы очень глинистые, и никакая круглая свекла на них не растет. Ну, растет, конечно, но не то, что бы мне хотелось бы получить. Поэтому вот свекла цилиндра из длинных уже проверена. Именно она у нас подоносит хорошо. Разные пряные, ароматные растения – это моя слабость. Ну, в том числе и лекарственные. У нас уже растет зверобой, пустырник посеян в этом году. Небольшой был, но уже в следующем году можно будет срезать урожай. У нас есть шалфей, у нас есть несколько видов мяты. Купила еще кубанскую посею. У нас есть мелиса. А вот змееголовник я сажала в этом году. Очень хорошо сходит, и урожай с него очень неплохой. Мы собрали лимонный такой аромат, явно выраженный. Купила чернокорень. Кто смотрел наши предыдущие видео, тот знает, что у нас в этом году вдруг оказалась проблема с мышами. Никогда у нас мыши не было в доме, но в этом году почему-то они к нам пришли. И не просто пришли, а пришли аж прям даже несколько раз. Так вот, корни вот этого многолетнего растения, разложенные в доме, отпугивают мышей, они не приходят. Также купила валерьяну еще к пустырнику. Пусть будет. А вот это шандра обыкновенная. Это родственник мяты. Специфичным немножко, слегка с горчинкой вкусом. И можно использовать как приправу к различным блюдам. Ну, а можно использовать по назначению как лекарственное, но я вряд ли буду так. Ну, хотя надо почитать. Нормализует сердечный ритм и плюс у нее там много-много всяких разных положительных свойств. Ну, это для меня уже вообще экзотика. Никогда я это не сажала, но вот в этом году вдруг захотелось. В магазине покупаем в садовом молотый табак. Он хорошо отпугивает тлю и вообще других вредителей. Его можно просто посыпать по грядке, можно заваривать. Кому как удобнее. Хочу попробовать свою махорку вырастить. Ну, там был еще и табак. Ну, вот не знаю, зачем я взяла. У нас никто в семье не курит. Во-первых, его можно так же, как махорку, использовать. Ну, а во-вторых, у нас есть много курящих знакомых. Почему не подарить? Он заготавливается, как иван-чай, ферментируется, высушивается и используется, как обыкновенный табак. Можно в трубке, можно из них папирус, сигареты, не знаю, как это называется, правильно скручивать. Вот такие вот у меня покупки. Они меня очень радуют. Практически мне больше ничего не надо. Помидоры я не беру, потому что у нас семена свои, другие я не сажаю. Так что вот, сезон уже готово. Всем пока и до новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok